Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хочу вам показать классную партию моей ученицы Ани. Она играла черными, белыми играл, ну как минимум, кандидат мастера, судя по рейтингу. Возможно, даже мастер, но по бразильским шашкам. В этой позиции белых, естественно, лучший ход GF4. Видите, гамбитная позиция, то есть видим, что на правом фланге у белых шашек больше, чем на левом, поэтому надо играть правым флангом. Ну, с примерно равной игрой. Но к партии белые ошиблись, CD4, это грубейшая ошибка. И теперь черные начинают действовать в соответствии с рецептом данным международным гроссмейстером Евгением Кондоченко. ДЕ5, четкий ход. Куда ходить белым? Ну, естественно, ДЦ3 закрываться слабо. Видите, застревают шашки А1 и Б2. GF4 хода нет уже. Мы пробиваем на Ц3 и просто выигрываем шашку. Поэтому после ДЕ5 у белых единственный ход БЦ3. Играем CD6 и полностью блокируем левый фланг белым. Значит, есть два хода. GF4 и ЕF4. ЕF4 проигрывает из-за комбинации. Их тут даже две. Можете поставить видео на паузу и найти хотя бы одно. Ну, проще всего выиграть после комбинации начинающейся ходом FG5. Значит, сюда не побьешь. Мы побьем три. Поэтому приходится бить сюда. Тогда отдаем две шашки. Затем третью шашку. И прорываемся в дамки на поле Ц1. С легким выигрышем. Вторая комбинация, возможно, была после хода АБ2. И снова играем FG5. Но здесь у белых есть ловушка. Я однажды в нее попался. Играл на сайте Gambler. И против меня играла девушка. И он здесь попался на прикольную контр-комбинацию. Белые играют FG5. Я здесь уже расслабился. Думал, что легкий выигрыш. И побил на Е5. Но здесь белые проводят контр-комбинацию. АБ2. Что называется. Получи, фашист, гранату. Ну и дамка ловится. И здесь мне пришлось сдаться. Так что, друзья, никогда не расслабляйтесь раньше времени. Всегда доводите партию до логического замысла. До логического решения. Значит, в этой позиции после хода АЖ5, естественно, правильно было бить на F4. Ну и здесь уже черные постепенно побеждали. Потому что дамку ловить бесполезно. Белые остаются без шашки. Ну и черные постепенно выигрывают. Вернемся к партии. Значит, в партии соперник правильно сыграл GF4. Здесь еще у белых есть ничья. Значит, теперь начинаем играть на отсталую шашку А1. Значит, полностью разбиваем правый фланг белым вот таким разменом. И затем еще добиваем белых вот таким разменом. То есть, видите, у белых, по сути, играют только вот эти две шашки. Остальные уже выключены из игры. Правильно было в партии играть GF2. HG7, FG3, GF6. Здесь GF4, FG7. И нападать до Е5. Здесь еще после размена ничья у белых была. Возникает известная позиция из партии. Сретенский, Святой. Значит, здесь белые могут провести ничейную комбинацию. Я ее покажу чуть ниже. Но в партии белые сыграли ЕF2. Как выяснилось, при анализе этот ход уже проигрывает. Играем HG7, FG3, GF6, GF4. И вот здесь у черных был блестящий выигрыш, найденный с помощью компьютера. B5. Значит, здесь уже выпад D5 не спасает. Ну, белым надо разгружать их левый фланг. Видите, у них застряла шашка A1. DC5. AB2. Сильнейшее сопротивление. CB4. У белых связан левый фланг, но они выпадывают на поле D6 и оказывают большое сопротивление. Нападаем. Надо закрываться. И играем в GH4. Значит, у белых есть два хода. ЕF4 и ЕD4. Ну, ЕD4 быстро проигрывает CB6. То есть, этого хода нету, уже последует удар BC5. Остается играть только GF2. Тогда HG5, FE3 и HG3. Все. Позиция белых полностью окружена. Надо сдаваться. Второй вариант ЕF4. Здесь очень красивый выигрыш. Кажется, что у черных даже позиция хуже. На самом деле здесь выигрывает изящная жертва. HG5. И тихий ход HG3. То есть, видите, здесь связка. Здесь наивыгоднейшая позиция. Несмотря на лишнюю шашку в виде рожна, белым надо сдаваться. Парадоксальная позиция. Очень красиво. Значит, есть два хода. HG7 быстро проигрывает. Потому что в дамки не пойдешь. Изо удара CD6. Приходится бить в эту сторону. Ну и здесь позиция белых быстро окружается. То есть, грозим CB6. Надо выпадывать DC5. Тогда белые проигрывают шашку. Надо отдавать CD6. И играть BC3. Ну и здесь просто ED4. Разменялись. Постепенно выиграли. Здесь проблем нет. Значит, второй вариант. Играть DE7. Пожертвовать две шашки. Значит, ну, естественно, хода HG7 нет. Из-за удара FE3. И черные легко выигрывают. Лучше белым сыграть DE3. Когда бьем в эту сторону. И здесь ставим дамку на E1. С угрозой подорвать поле C1. Белым приходится отдавать шашку C3. Лучшего не видно. И они пытаются пройти в дамки. Тогда нападаем. Ну, на F8 ставить бесполезно. Черные уводят дамку на H8. Затем постепенно проводят все три шашки в дамки. Ну, здесь понятно, что легкий выигрыш. Поэтому белые закрываются. GH8. Ой, ставят дамку на H8. Уходим на A1. Ну, и здесь, видите, ловить дамку черных бесполезно. Потому что дамка белых также ловится. И черные выигрывают за счет лишней шашки. Вот такая поучительная позиция. Ну, это, конечно, все компьютерные варианты. Человеку такое в партии рассчитать невозможно. В партии Аня сыграла FG7. Ход выпускает выигрыш. Но, тем не менее, создает белым также очень большие трудности. Значит, ну, плохо играть GF2 здесь. Тогда играем GF6. И у белых безнадежно застревает шашка A1. Они играют AB2. Вроде бы надеются на ничего. Видите, уже угрозы какие-то появляются. Ощетинились ударными колоннами. Ну, черные здесь жертвуют шашку. Нападают сразу же на две. Приходится закрываться. Еще раз нападаем. Надо меняться. Лучшего не видно. Ну, и просто ставим дамку на E1. Сюда уже отдавать бесполезно. В дамки не пойдешь. Здесь следует удар. Ну, и здесь черные постепенно побеждают. То есть, грозим пойти сюда, потом, ну, допустим, сюда, 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 сюда. Ну, и грозим, видите, выиграть. Ну, здесь, конечно, какие-то трудности еще есть с реализацией. А если B7 играть, тогда просто Dc5, ну, и белым пора сдаваться. Второй вариант, значит, партии белые вместо хода Gf2 сыграли De5. Более сильный вариант. Значит, меняемся B5. И вот здесь у белых создается известная ничельная позиция. Cd4, Gf6, Ab2, Dc7, Gf2, Cb6. Значит, к ничее ведет ход Bc3. Так играть правильно. А ход Fg3, как было в партии, красиво проигрывает. Черные проводят красивую комбинацию и празднуют победу. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Играем Fe5. Отдаем шашку. Затем отдаем еще две шашки. И проводим красивый удар. Значит, в этой позиции у белых есть два варианта. Bc3 и Ed4. Оба они проигрывают. Ну, Bc3 проигрывает из-за хода нападения дамкой на C5. И белым некуда ходить. То есть, сюда играть бесполезно. Белые проигрывают. Если они отходят, тогда нападаем еще раз. И затем уже нападаем по большой дороге. Отъедаем шашку C3 и легко выигрываем. В партии соперник в этой позиции сыграл Ed4. Ну и здесь у черных также изящный выигрыш. Тоже можете поставить видео на паузу. Попытаться найти этюдный выигрыш. Здесь выигрывает известная идея. Играем на B4 и грозим подорвать поле C1. Поэтому приходится играть Bc3. И здесь следует еще один точный ход. Бьем на D2. И вот в этой позиции соперник Ани сдался. То есть, возникает известный этюдный финал. Просто идем в дамки. Ну и как бы белые не играли, нападаем. Связываем шашки белых. И постепенно выигрываем. Вернемся вот к этой позиции. И посмотрим, как правильно было играть белым. Давайте перевернем вот эту позицию уже. И посмотрим, как же все-таки было белым надо было форсировать ничью. Значит, проигрывая отход FG3 из-за комбинации, мы выяснили. Правильно играть Bc3. Здесь черные проводят размен. Белым надо играть cd4. И на ход cb6 вот здесь проще всего провести ничейную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Правильно играть cb2. Затем de5. Бьем на e7. Ну и как бы черные не побили, белые делают ничью. Если бьют дамкой, тогда ставим дамку на b8. Ну и ничья не гарантирована. Значит, если черные бьют шашкой в дамке, тогда ставим дамку. Видите, сюда бить нельзя. Мы побьем шашку и дамку. Приходится бить на g5. Когда белые срубают одну шашку и контролируют большую дорогу. Это также ничья. Если же в этой позиции, снова перевернем за черных. Если же в этой позиции вместо комбинации cb2 и de5 белые сразу же меняются. de5, здесь у черных очень большие шансы на выигрыш. Давайте посмотрим, как давить вот в этой позиции. Возникает довольно-таки интересный эншпиль. Я его детально проанализировал. Значит, ну, надо ставить дамку на d8. Играем на a5. И вроде как надо играть на f6. Контролировать большую дорогу. Играем дамкой на c5. Уже стоит угроза. Допустим, ушли на h8. Черные играют hg5. Значит, идея какая? Провести шашку вот эту вот в дамке и выиграть. То есть, белые не могут здесь ходить по большой дороге пассивно. Черные просто проводят вторую дамку и легко выигрывают. Они отъедают шашку d2 и затем строятся вот таким образом. Значит, в этой позиции выигрывает жертва a b2. Ну и белым некуда бить. Если они бьют дамкой, тогда ловим дамку в петлю и легко выигрываем. Если же белые бьют шашкой, тогда в этой позиции надо выиграть темп. Играем на b8. Видите, срединные поля белые занимать не могут из-за удара трамплин. Поэтому в этой позиции белые обязаны играть только по бортовым полям a1 и h8. Тогда передаем очередь хода белым. Вот таким образом, таким маневром. Ну самое главное, вот в этой позиции не играть на d6. Это грубейшая ошибка, потому что белые могут форсировать ничью вот такой жертвой дамки. Запомните вот этот нюанс важный. Просто передаем очередь хода еще раз. В этой позиции, значит, ходим, допустим, на h2, потом g3 ждем. И вот сейчас уже на b8 возвращаемся. Затем ставим дамку на b8 и белым некуда ходить. Опять серединные поля нельзя занимать из-за трамплина. А на поле a1 нельзя играть из-за петли. Ну и черные празднуют победу. Вернемся к позиции. Значит, в этой позиции мы выяснили, что нельзя уходить дамкой по большой дороге. Это проигрывает. Правильно играть, допустим, на поля c7 или b8. Ну, допустим, на b8. Здесь черные продолжают сильное давление. Нападают. То есть шашку отдавать нельзя. Это будет проигрыш. Приходится играть на e3. Еще раз нападаем. Приходится играть на f4. И уходим дамкой на f8. То есть здесь уже идея где-то напасть. Возможно, вот эту шашку провести. У белых единственный ход. f5. Ну, сюда играть нельзя. Видите, будет ничья. Поэтому черные играют f7. Важный выжидательный ход. Заставляем белых сыграть на a7 дамкой. Единственный ход. И начинаем вести вот эту шашку. Вот здесь к ничей ведет очень красивый ход cd2. Единственный ход. Значит, какая идея. Сюда играть бесполезно. Белые сыграют dc3. Но видите, дамку никогда не поставишь. Потому что она будет тут же поймана. Это ничья. А b2 играть бесполезно из-за гениальной жертвы двух шашек и нападения. Приходится отходить. Тогда белые заходят в любки и ничья. Например, таким образом. Друзья, если вам понравилась данная партия и мой разбор, не забывайте поддержать мое творчество и творчество моей ученицы Ани лайком и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шажечной песках.